Саундчек Как артисты начинают свой путь И как проходят процесс их творчества Этот выпуск для вас Мне было 9 лет И вместо того, чтобы играть в дотку Мне порекомендовали писать музыку на Apple Studio И понеслась, короче, пошло-поехало У меня детство вообще началось с того, что я дико угорал по музлу И у меня, в принципе, достаточно музыкальная семья Потом сложилось так, что у меня, в принципе, больше выбора не было Я начал делать чуть-чуть свое И лет в 12 обозвал себя к вокам Лет в 18 начал еще и на русском записывать песни И вот вместе с продакшеном это как-то сложилось И вот теперь я тут сижу на стуле с вами разговариваю Я был в Известия Холл два раза на концерте Моджуса Которого я слушаю прямо с самого детства Тут был полный зал И я смотрел на это как Вау, когда-нибудь я заберу этот зал Потом здесь был концерт ATL И я просто сказал своей команде, что Лет через 5 я обязательно буду здесь И мы соберем вот эту толпу И будет классно И мы сможем сделать классное шоу Мне говорят, да нет, ты через год соберешь Я говорю, нет Короче, прошел год И мы здесь И это просто unbelievable Я не верю в то, что сейчас это происходит Опять же, концерт еще не начался Я не знаю, к чему это приведет Но по ходу По ходу уровень поднялся прям серьезно У меня отец всю жизнь занимался музыкой У него был брат-близнец И они играли по кабакам, по ресторанам И у них была мечта вот так вот весело играть на свадьбах А на синтезаторе отца я просто записал свою первую песню Там прям рэк, диктофон от фотоаппарата цифрового старого И там признание в любви И там через футбольное поле девчонка жила Такая типичная история Она встречалась с баскетболистом А меня не подпускал 12 лет Я написал песню Я ей ложил флешки под дверь Чтобы она послушала песню Она выбрала не меня Потому что подумала Какой милый, сопливый мальчик, пусть побегает Я никогда в детстве не говорил Я кем-то буду Типа там космонавтом Я говорил, что я буду либо космонавтом, либо дворником Вот это хорошо помню А так какой-то цели, убеждения у меня не было Я на гитаре научился играть в 19 лет Я просто жил и не ставил себе цель Что я там новый высоцкий голос поколения Просто пел, пою, понял, что так удобно себя выражать Ну все, ничего сверхъестественного Спасибо Гитара у меня появилась в 16 Я помню, брат мне подарил И с этого момента я начал писать свои какие-то наработки Стихи до этого писал И все так само по себе Но самое интересное Я никогда не думал, что я стану музыкантом Вот никогда Когда мне говорили, ты будешь музыкантом Из-за того, что я в школе там выступал где-то У меня учителя подходили, говорили О, ты будешь музыкантом, можешь профессию даже не выбирать себе Я смеялся, думал, они надо мной угорают как-то Но в итоге накаркали С 15 лет уже представлял, как я пою на сцене Как все остальное Просто я никому об этом не говорил Думал, что это сокровенное Так и случилось Мысли материальные Первым сигналом для меня стал Тентасион С него все началось Потом я услышал Скриптонита Трек-положение Когда он рассказывает всю мою жизнь Я такой О, я помню день Я под деревом, под яблони Стою, слушаю этот трек И думаю Дай бог Я когда-нибудь дойду до сцены И обязательно расскажу этот момент Что я слушал этот трек И он меня заставил все сделать Трек-положение Открыл Вот меня полностью раскрыл Он такой, все, я беру флаг в руки победный И иду с ним Для меня очень важно услышать музыку Которая меня вдохновит То есть я поэтому и сам пишу Я, например, беру там какой-нибудь аккорд Раз, зажал Нет, не то настроение Вот такая уже минорная Ты такой, типа Уже начинаешь отсюда там И что ты придумываешь уже И вот я обычно сижу и подбираю Под настроение вообще А слова уже потом начинают? Нет, меня обычно рождают сразу слова И я отсюда там Обычно первая строчка там какая-то И ты такой раз, раз, раз И уже какая-то история, намеки Вот для меня очень сложно психологически писать припевы Если я на этот бит не могу припев сделать, все Значит, его надо отбрасывать Вообще я чаще всего с припева начинаю То есть если я понимаю, что я здесь припев не могу написать Значит, все, я этот бит выбрасываю А потом я открыл здесь такую штуку Что я могу несколько раз пробовать И вдруг там пару дней отдыхать от этого бита Возвращаться И уже другое со всем приходит Поэтому такая у меня, знаешь Я до сих пор узнаю себя Вот как работает мой механизм Слушай, да по-разному все Но самые классные песни, когда ты просто Что-то записал в заметку Такой сел, нашел какой-то музон и сделал И это вау Это практически всегда так В основном я под свой альбом Я искал все там основные какие-то идеи сам Но чуваки приходят и добирают Догружают мою идею так, чтобы она правильно работала Я пишусь тут Ну и в целом я привык работать дома То есть там я встал с утра там Сварил кофе, сел Мне так кайф Я не люблю, когда, знаешь, есть какой-то там Пар рейв И ты типа должен куда-то ехать Это ну чуть-чуть ломает Тем более в Москве очень большие эти расстояния дурацкие Вот Я сейчас чувакам пишу много музыки Я могу сделать бит для того Вот сейчас там Федук должен приехать Там Будда иногда приезжает Там еще кто-то приезжает И мне кайф сделать для кого-то бит Вообще без проблем Но я не потребую за это деньги Это ну типа это royalty Сейчас решается так, типа это нормально Ну, короче, мне проще на английском писать Правда, гораздо легче И все складывается В рифмы лучше, там и по музыке легче все это ложится Вот здесь, собственно, я пиликаю Я люблю придумывать вот эти всякие проведения Такие мелодии, значит, с которых стартует трек И которые звучат в бридже Чтобы это было как в стиле там Аха, Take On Me Вот И я заморачиваюсь очень жестко над этим Сначала мне приходит какая-то в голову идея музыкальная Я ее фиксирую на диктофоне Это может быть йогурт лэнгвич Или что-то типа того Это все Какая-то мелодия То есть она может быть уже готова у меня в голове Скорее всего так и есть Вот Потом Я ее наигрываю И записываю на диктофон еще раз При этом я уже планирую трек То есть делаю план трека Где будет куплет Там какого размера будет припев И там будет ли прикорус Будет ли посткорус Будет ли там какие-то там еще бриджи и все остальное Потом Я еду писать с Назаром какую-то демку Допустим если мы берем просто один трек Как он создается После этого я еду писать ее уже полноценно в секвенсоре Вместе с Назаром То есть вот эти вот всякие придумываю гармонии Как я рассказала Для вступления вот этих вот бриджей И так далее Которые запоминаются в голове И все такое Как называется Ну это называется рыба Типа делаешь рыбку Потом туда записываешь вокал Тоже такой рыбный вокал Короче В принципе трек уже плюс-минус начинает быть обозримым То есть ты уже понимаешь его Понимаешь его Уже видишь что получается И уже от этого корректируешь Допустим Ну вот здесь куплет слишком длинный Надо его укоротить там на полквадрата Здесь там нужно добавить Здесь туда-сюда А здесь давайте сделаем модуляцию Ну и все такое Как дальше уже Куда дальше идет фантазия И какое-то музыкальное чутье Вот и при этом Либо параллельно Либо прямо во время написания трека на секвенсоре Придумывается текст Либо уже после И потом уже записывается финальный вокал Делаются финальные какие-то корректировки в демке Все сводится, мастерица Конец Я могу сказать, что В какой-то момент Я просто превратился Мне кажется в технаря Потому что для меня Процесс создания замкнулся На каких-то паттернах Которые я На протяжении Своей жизни собирал Я знаю Примерно Вот как это может звучать Как то звучит Это на самом деле Такой мучительный процесс Который потом в дальнейшем Отнимает у тебя Само удовольствие от создания Ну я как-то решил сейчас В последнее время Меняем просто Ну как это называется Экспериментируем И Ну есть просто опыт Чтобы экспериментировать Поэтому сейчас стараюсь Как-то Больше Больше придумывать Что-то Что-то такое Что идет Что в моменте рождается Потому что до этого Это все был у меня Практически Холодный расчет Я там Я долго очень пишу Пишу тексты Там Подставляю буквы, слова Так, чтобы они Благозвучные были И там Любой там Минус Который там Появляется Это все Там не просто так Все на своих местах Сейчас хочется Больше стихийности Какой-то Принести в музыку Я Все время В каком-то Информационном шуге Нахожусь Я там Пишу У меня Комп Там включен Там что-то Идет Какая-нибудь Велогонка И Книжка Открыта Там что-то еще Звучит Там, короче, играет Какие-то, может, журналы Я смотрю Не знаю Постоянно все это Как бы очень Трудно Я думаю, трудно Из себя что-то извлекать Когда ты В каком-то вакууме Существуешь Не знаю Если бы человек Представь, его просто Посадили бы там Посадили бы в комнату И он бы С раннего детства Да он бы просто Там не пришел бы Крэпа, наверное Не знаю Все же появляется Из-за обстоятельств Которые возникают Перед тобой Сели с Ваньком И подбираем гармонию На пианинке Он начинает играть Там Вот, например, включи Покажем, что такое гармония Вот Это Прям Накидали вместе Гитарку Соответственно, Миша на это Начинает придумывать уже мотив Стоит перед микрофоном И начинает просто Открывать рот Петь А я походу делаю уже начинаю Да, он начинает Драмку вот такую делать Вот Это все мы записываем На телефон То есть, чтобы Не терять Это вот наша Изюминка такая Ставим вот так микрофон Телефон Вот смотри Прям вот сюда Нажимаем Да, да И записываем И, короче, ставим перед микрофоном Он начинает химичить бит Я начинаю химичить на бит И мы записываем, чтобы не пропустить Самую вот хитовую штуку Потом Потом Ставим телефон туда С Ваньком сидим И слушаем Да, да, да Скорее Я всегда придумываю На мотив какой-то Иногда бывает Что строчка Какая-то Меня зацепит Например, вот недавно Пропал интерес Ты как раз таки Пропал интерес Да, я такой Блин, прикинь Сделал стрек Про то, как пропадает интерес Типа к чему-то И на почве этого Я начал просто произносить Это словосочетание Пропал интерес У меня появился Вот такой вот мотив И снова с неба Кап-кап-кап-кап-кап Я попал в трой Кап-кап-кап-кан И потонул в твоих глазах Ты была, как всегда, в слезах